Друзья, сегодня у нас с вами запланирована прогулочка по Кастанере в городе Росарио, провинции Санта-Фе. Привет, друзья! С вами Саша Аргентинов и моя семья. Привет, друзья! Привет! Привет, друзья! Вот только сейчас мы поднимались вот в этот отель P&H. Смотрите, какое красивое сооружение. То есть все этажи начинаются очень высоко, ну а сама структура такая необычная, футуристическое здание. Может быть, оно как бы олицетворяет то, что этот район порта Норты, он когда-то был порт в городе Росарио. Вот смотрите, вот эти кирпичные здания. Это сейчас перестроенные здания, здесь офисные. Ну а раньше когда-то это были просто склады здесь. Порта Норты, я так подозреваю, что это сейчас самый здесь современный район в Росарио. Ну и мы сейчас все вам здесь покажем. Так, ну сегодня вообще воскресный день. Люди так сидят, отдыхают. Вот тут с правой стороны, с левой стороны кафешки разные. Вот такие вот элитные, многоквартирные жилье здесь. Ну вообще такое ощущение здесь комфорта на Кастанере, прямо у подножья реки Парана. Аргентинская транспортная артерия река Парана. Мириам тут подсказывает, что на той стороне это уже другая провинция, которая называется Энтри Риос. Смотрите, вот мост. Энтри Риос, провинция, если на русский язык ее перевести, между речью. Симпатичная такая ротонда, круговое движение. Новые постройки тоже строятся в этом районе, Барио Норте. Росаринус, Росаринус. Отдыхают девушки из Росарио. Росаринус. Ну и полюбуйтесь на аргентинский флаг. Ну вообще в городе Росарио население составляет примерно 1 миллион. Город третий по величине в Аргентине. Город Месси и город Эрнесто Че Гевара. Ну помимо этого, здесь и много других было выдающихся спортсменов в городе Росарио. Ну можно немножко как бы сравнить Буэнос-Айрес. Почему это так, что в Росарио так много звезд футбольных? Из-за того, что возможно, это как бы моя личная версия, что в Буэнос-Айресе маленькие футболисты, ну дети вот, например, как Лео, в основном играют на цементе. То есть нету таких вот множества стадионов с травяным покрытием. В основном дети играют на цементе. Ну а здесь в Росарио очень много стадиончиков маленьких для детей именно с травяным покрытием. То есть это моя версия, почему в Росарио очень много талантливых футболистов. Ну а история Че Гевары, на самом деле Че Гевара, хоть он и является уроженцем города Росарио, тем не менее он здесь практически и не жил. Буквально его история гласит так, что у матери случились схватки, пока они плыли на корабле по реке вот этой Парана. Ну и в родильном доме здесь родился Эрнесто Че Гевара, который, в принципе, здесь прожил всего где-то недельку после рождения. А плыли они из Миссионеса в Буэнос-Айрес. Смотрите, друзья, хочу вам показать, что, оказывается, эта плаза называется Република Казахстан. Но вот я, пользуясь случаем, хочу передать привет Лине и показать ей эту плазу. Вот эта плаза Републики Казахстан. Салам всем в Казахстан! Прямо вот у подножья вот этих красивых домов Долфинес Гурани. Высота которых составляет 140 метров и всего этажей здесь 45. Прекрасно! Так, ну и тут я смотрю, наши проголодались, хотят купить сладости. Чурус. Такие сладкие трубочки. Ну, сейчас вам, Мири, все скажет, как это называется. И это хочу вам в здании показать высотку. Называется Мауи. Остров гавайский Мауи. Сколько здесь этажей, я не знаю. Ну и рядом с ним такой же строится. Прекрасно! Bueno, chicos, ¿me pueden decir qué están comiendo? Лео. Я estoy comiendo churro. ¿Estás comiendo churro? Sí, recheno con dulce de leche. Recheno con dulce de leche, ¿no? Да. Лео кошает churro, называется. А внутри тут dulce de leche. Ну, это как бы сгущенка шоколадная. В Аргентине называется dulce de leche. И, Мири, вот, ¿qué estás comiendo? Se llama churro. Churro. Es una masa más blanda. Y tiene recheno con dulce de leche. То есть, мука более помягче. Ну, или выпечка более помягче. Ну, а та же самая начинка, dulce de leche. ¿Estás rica? Sí. Мири, ¿cómo se llama la gente que vive en Rosario? Rosarino o Rosarina. Да. Ну, я у Мириан спросил, как люди называются, ну, как бы жители города Rosario, как они себя называют. Ну, вот, например, если женщина, женский род, то Rosarina. А если мужской род, то Rosarino. То есть, Лео Месси, Rosarino. Аргентина в преддверии чемпионата мира. Ну, и посмотрите. Здесь аргентинцы играют теннис-бол. Люди в прекрасном настроении проводят свой воскресный день. Мириан, ¿este árbol cómo se llama? ¿Vos sabes? Sabes que estoy jugando. Creo que es la pacho. La pacho. La pacho. La pacho. Я у Мириан спросил, знает ли она, как называются вот эти розовые деревья. Ну, она вроде бы не уверена 100%. Но мне, ей кажется, что это La pacho. Карусель. Ага, se le dice calesita. Calesita. У нас карусель, а в Аргенсине называется calesita. Раньше Лео нравилась эта calesita. У него был любимый герой Синон. Прекрасная обстановка в городе Росарии. Ну, и смотрите, вот тут появляется музей современных искусств. Да, Мириан вам хочет сказать, что это музей современного искусства. Ну, вообще, похоже, что раньше здесь перемалывали муку. И из этой мельницы сделали вот такой вот симпатичный музей. Орешки, писташки, соки. Здесь началась ярмарка на улице. Давайте немножко поглазяем тоже, что здесь продается. Сувениры. Изделия для маты из кожи. Вообще, мы как бы уже постепенно входим в каску историков. Ну, и в историческую часть города Росария. Уже транспорта здесь больше. Трафика автомобильного. Давайте посмотрим немножко, какие цены здесь на уличную еду. Ну, вот, бюргеры. 950 песов. Папа фри-то. Картошка фри. 550. Вот, уличная такая еда. Частенько продается в Аргентине. Вдоль Костанеры. Посмотрите, многоквартирные дома. Как грибочки. Выросли. Да, ну, здесь, друзья, прям аншлаг начинается. Людей. Лео, и маньяна, кей вас асэр? Воскереса ира баррио де Лео Месси? Да. Параканасэр? Да. Параканасэр. Да, но мы еще тоже приехали в Росарио, потому что Лео у нас хотел познакомиться с тем районом, где вырос Леонель Месси. Смотрите, какой симпатичный пейзаж здесь людей. Живой пейзаж. В городе Росарио. Прекрасное место посидеть. Ну, если честно, мне нравится здесь в Росарио. это Каса де Танго. Дом Танго. Ну, видать, какое-то историческое здание. Смотрите. В окружении современных многоквартирных домов. Ай, пара омбре, пасус. И пара мухэр. Карлос Гардель. Знаменитый певец танго. Эль байлала там бьен, а ну? Ну, и танцевал он тоже. Здесь, по-моему, начинается череда разных ресторанов. Место называется Лос Хардинес. Лос Хардинес. Сады. Пока аргентинцы еще не кушают. Вообще, в Аргентине люди кушают очень поздно. Мириам, а киора Лос Аргентинес? Коман Ла Сена? Да, ну... Мириам здесь мне подсказывает, что где-то в 9, самое раннее в 9, а то и в 10, аргентинцы кушают. Точнее, ужинают. Ну, и даже не знаю, на самом деле, то, что врачи наши говорят, что нужно кушать пораньше. Но если приглядеться к аргентинцам, да, в принципе, особо не увидишь как бы ну, пухленьких людей. Очень много стройных. И даже не знаю, справедливо ли это мнение, что кушать нужно как можно раньше. Наверное, самое главное, чтобы покушать и сразу не ложиться спать. То есть, наверное, самое главное, секрет кроется в этом. Ну, немножко вам коврики покажу. 2800 вот такой вот. Это лана, Альгодон. Все это хлопок. Симпатичные ковришки. Так, Мириам. Понравилось вот это вот здание серого цвета. Ну, прекрасно, да? С видом таким шикарным. Балкончики. Ну, посмотрите, здесь какой спуск. Лестницы. скейт-парк. Прекрасно. Колонны. Так, друзья, ну и на этом, наверное, моменте мы закончим свой репортаж сегодня. Прошли нормальную дистанцию. Показали вам Костанеру в городе Росарьо. Ну, и давайте до новых встреч. Счастливо. Пока, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова